Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, кто вы такой, как сюда попали, какими судьбами и что собираетесь нам доложить. Здравствуйте, я Тахмазидзи Иван Иванович. Сейчас вот лучше, если бы я представлялся, я бы так представлялся. Здравствуйте, Попов Михаил Васильевич. Это убедительно же, а у вас как-то не убедительно получается. А убедительно можете представить? Я убежден, что я сказал убедительно. Так вы убеждены, вы родителей своих уважаете? Конечно. Вот я и чувствую, что нет. Пожалуйста. Вы сказали, уважаете. Ну так надо уважительно, и скажите о себе, так давайте скажите так еще раз, окрасиво. Здравствуйте, я Тахмазидзи Иван Иванович, студент третьего курса конфликтологии. Замечательно. Я поставил рецензию на коллективный договор в первый контейнерный терминал 2008 года. Прекрасно. Да, и сейчас я вам начну рассказать. Спасибо. Начну я с просто определения статьи. Как мы знаем, коллективный договор – это правовый акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаем между работником и работодателем, лице их представителя. Это по определению статьи с органов до кодекса Российской Федерации. Вам тут все понятно в этом определении? В принципе, да. Работодатель кто? Это кто? Ну, работодатель. Да. Хозяин. Хозяин? Хозяин. Ну вот, скажем, когда вы взяли вот этот, кто тут, хозяин какой, в том коллективном договоре, который вы рассматриваете, кто здесь хозяин тогда? Ну, работодатель. Ну, как его зовут? Это конкретное же вот. Вы же свою фамилию знаете. Это лицо, это физическое лицо или юридическое лицо? Юридическое лицо. А что же вы говорите, хозяин? Все-таки юридическое лицо, это как-то не смотрится как хозяин, правда? Ну, он не согласен. То есть, юридическое, но может быть и физическое лицо в случае, вот как раз вы рассмотрели этот вопрос, когда индивидуальный предприниматель, правильно? Тогда он может нанять, и тогда он выступает работодателем. Но если он индивидуальный предприниматель, то он уже оформлен, это физическое лицо оформлено как юридическое лицо. Вот вы можете открыть ООО один? Почему, наверное? Запросто вы можете открыть, сегодня здесь, пойти и зарегистрировать. Потом будете налоги платить и мучиться. Зато не будете отвечать своим обществам. Да, зато, пожалуйста, если какие-то к вам претензии возьмете, у них миллиард, они придут к вам. А вы скажете, сколько к ООО претензий, а ко мне нет претензий. И все. А это что такое ограниченная, сограниченная ответственность и ответственность в пределах уставного капитала? А у вас уставной капитал, скажем, 10 тысяч, и все. А все остальное вообще не будете отвечать. Так, ну я прошу прощения за то, что вас немножко тормозило. Да, это надо. Мы работаем. Введение данного коллективного договора, по моему мнению, представлено и написано в полной мере, уточняю, как основные важные пункты, вроде срока действия данного договора, его окончания, возможных проблем, возникающих в организации, и то, как они будут их разрешать. Например, там написано путем переговоров. Так и были уточняющие моменты, дабы избежать возможных ухудшений, махинаций, в связи с неполным описанием того или иного пункта, как со стороны работников, так и работодателей. Ко всем аспектам и пунктам данного договора стороны подошли с должной ответственностью и пониманием всего происходящего. Были хорошо прописаны моменты того, как должны разрешать возможные конфликтные ситуации, как я уже сказал ранее. Так сказано, что инициатором по изменению коллективного договора может выступать любая из сторон, и присутствует уточнение того, что сторона, получившая уведомление, должна в семидневный срок начать переговоры. Вы правильно так поняли, что сегодня заключили коллективный договор, а завтра вы пришли уже с изменениями и дополнением коллективного договора. Да, да? Может такое быть? Было прописано, что они, то есть любая из сторон, можете вносить, ну... Ну вот я и спрашиваю, хочу уточнить, так сказать, если было прописано, значит, вам и прочитано? Значит, да. Ну, значит, может? На следующий день может, да? Потому что у нас некоторые не знают, ой, теперь, значит, только через полтора года, через там три года можно будет менять коллективного договора. Нет, здесь написано лишь то, что... То есть вы сегодня приняли, а уже можете начинать. Ну, вдруг вы проснулись и забыли включить какой-то пункт важный для вас. А вот какой документ надо подготовить, если вы хотите начать переговоры по изменению и дополнению коллективного договора? Ну, вы договариваетесь со сторонами. А чего договариваться? Ни о чем договариваться, у вас ничего нет. Вы чего принадите? Вот я директор генеральный, вы сейчас ко мне пришли? С разговором? А чего со мне ходить с разговором? У вас есть какие-то предложения по изменению и дополнению? Нету? До свидания. Если есть, скажите. С чем вы должны иметь, чтобы начинать переговоры об изменении и дополнении коллективных договоров? Я считаю, это больше групповая деятельность, когда работники собираются в какие-нибудь... Ну, какая разница, где они собираются и что они собираются? Какой документ должен у вас быть для того, чтобы вы с этим документом пришли к другой стороне? Заявление? Заявление. Какое заявление? Хочу с вами переговариваться. Ну, давайте. Сейчас я подам, открою бутылку газировки и будем пить бутылку газировки. Это будет переговоры? Ну, нет, это более официально. Ну, а уж что, с чем вы должны прийти? Ну, у работника. Ну, хорошо, вы генеральный директор, с чем я сейчас вам скажу, с чем я к вам приду? Только вы, значит, успокоились, что мы с вами все, завершили переговоры, так? На завтра с утра я к вам являюсь, и у меня, значит, 30 страниц документов. Предложение работников по изменению и дополнению коллективного договора. И написано, статью такую-то, вот такую-то изложить вот так-то. В итоге она будет звучать вот так-то. Статью такую-то изложить вот так-то, она будет звучать вот так-то. Статью такую-то удалить. Добавить такую-то в этот раздел, такой-то номер. Еще добавить такой-то номер, это, это. И так вот 30 страниц. Я вам говорю, и что, а вы обязаны в 7-дневный срок, как вы правильно сейчас сказали, начать со мной новые переговоры. То есть, мы уже договорились, у нас есть договор, мы уже, так сказать, в хорошем настроении работаем все, но это не значит, что мы не должны думать о лучшем. Правильно? Это же хорошо, это соответствует конфликтологическому настроению на то, что мы не должны быть просто на столкновение. У нас уже договор есть, мы уже как бы друзья. Ну, друзья, это не значит, что вы должны думать об улучшении положения. Правильно? А если вы просто думать будете и придете, я пришел к вам с думой. Я говорю, ну как пришли, с думой, уходите, с думой. А вот если вы пришли с официальными предложениями, я обязан их рассматривать. И не только обязан, я обязан с вами вступить в переговоры. И опять начинается та же самая бодяга. Вы скажете, а только надо освободить вот раз, два, три, четыре, пять освободить от работы с оплатой по среднему до срок до трех месяцев. Так? Это вы читали в трудовом кодексе? То есть, они работать не будут, будут ходить только со мной переговариваться. А я им буду платить по среднему. А у докера они по среднему получают там 80 тысяч. Вот 80 тысяч в месяц надо им платить, они будут раз в неделю приходить на переговоры, а остальное время будут ходить по бригадам и с ними уточнять, правильно ли они понимают настроение трудящихся. Вот это же вот мы должны этот коллективный договор рассматривать как инструмент. Чего? Как инструмент борьбы трудящихся. С одной стороны за свои интересы, а с другой стороны инструмент борьбы работодателя. За что? За прибыль? За прибыль. Правильно? Это взаимодействие работы. И работодатель. Да. Их более прописанный. Возможно такие варианты, когда вот, скажем, улучшение положения работников совместимо с повышением прибыли. Или это просто перетягивание каната. Вам хуже, мне лучше. Вам лучше, мне хуже. Я думаю, тут больше это подходит слово компромисс какой-то. Между работником и работодателем. Ну, вообще. Они достигают определенных... Ну, у вас, вот вы конфликтолог, у вас какие-то предложения-то есть по этому поводу, чтобы было и мне хорошо, и вам хорошо, тогда легче переговоры пройдет. У работодателя, в принципе, в принципе, получить больше денег, заработать прибыль. У работника... Ну, и прибыль зарабатывают не пустыми руками, а? И, естественно, они как-то договариваются. С помощью чего получается эта прибыль? Работникам. А? Работникам. Все, работникам вручную, что ли, работает? У них есть руки. Ну, так как увеличить прибыль? Привлечь еще работников или... Дать хорошие условия. И хорошие условия. Там в катках привезли цветочки и создали, а они вручную там шуруют. Ну, первое, первостепенное, это выплачивать заработную плату. Почему это первостепенное выплачивать? Первостепенное создать продукты. Это вы-то как работника рассматриваете, я как работодатель. Первостепенное, это чтобы продукт от вас был. Какая зарплата, если вы ничего не сделали? Вы чего? Никакой зарплаты. Первостепенное производство с чем должно заниматься? Ну, процесс должен быть. А? Что именно? Ну, производство, в чем состоит? Смысл производства, в чем состоит? Смысл производства, перетаскивать контейнеры с одного... Ну, это... Перетаскивать не просто их куда попало, перетаскивать. А с какой скоростью перетаскивать и как бы. Как? И время, да? Вот эти производительность труда. Существенный момент здесь? Конечно. Если быстрее будет перетаскивать, быстрее будет ставить, их вывозить, перевозить, перегружать, загружать. Прибыль увеличится? Прибыль увеличится? Конечно. А раз прибыль увеличится, если зарплата увеличится в меньшей степени, чем прибыль, это будет выгодно и работникам, и работодателям. Все. Возможно такой вариант? Конечно. Возможно. Просто дело не... Чтобы не получилось, чтобы все дело в переговорах. Дело не в переговорах, а в таких предложениях по улучшению производства, которые обеспечивают подъем производительности труда и создают основу для повышения заработной платы. Так? Вот тогда вы выступаете как конфликтолог. Что-то предлагаете такое. А вы говорите, давайте зарплату. Ну, это понятно. Это вы ходите... Я вам тогда скажу, что вы попрошайки опять пришли. Нет за что вам зарплату платить. Ничего не делайте. Лучше не работаете. А вы скажете, как вы лучше работаете, если у вас техника старая? Давайте технику новую. Мы, а нас обучайте. А мы повысим производительность труда. У вас будет больше прибыли, у нас больше зарплаты. То есть мы не должны отрываться, вот, при рассмотрении бумаг, от того, что эти бумаги отражают. Эти бумаги отражают реальные противоречия, которые есть. А противоречия это... Что такое противоречия? Изучали философию? Кто вас преподавал? Чему он там вас научил? Не надо ли гнать таких привыкнователей? Что такое? Почему это нет? Надо гнать, если они не научили. Так противоречия. В чем смысл противоречия? Как определять? Кто поможет, товарищи? Свонок другу или подруге? Кто-нибудь скажите, друзей уже нету, только подруги. Остались, так? Что такое противоречия? Чего вы спрашиваете? Мы же сдали уже философию. Это неприлично уже спрашивать, я так понимаю, от моей стороны. Правда, как что даже... Все же закончили с этим, а вот теперь вопрос. Ну, это я вам даю подумать пока, на них напал. Что такое противоречия? Можно я скажу? Да, конечно. Можно? Противоречия – это единство и борьба противоположностей. Единство и борьба противоположностей. Если есть борьба и единство, значит, единство тоже есть. Раз есть единство, значит, возможны такие варианты, когда улучшается положение и работника, и работодателя. Вот единство, если повышается производительность труда, значит, если повышается производительность труда, и она растет чуть-чуть быстрее зарплаты. Значит, зарплата повышается, прибыль повышается, и того, и у другого. И вот вы пришли с таким предложением ко мне наутро после заключения колдокора, и говорите, мы с вами заключили, Михаил Васильевич, все хорошо, но вот такое у нас предложение, вам будет лучше, нам будет лучше. Давайте дружить. Только, говорит, давайте, чтобы дружить, освободите вот этих пять человек от работы с оплатой по среднему на три месяца, и будем дружить. Потому что надо подумать и получить новый, ну, так, на самом деле, вот если вы заметили структуру колдокорога, если было сначала коллективный договор, основной текст, то все остальные приложения так и делались. Текст заключили, основной, потом она завтра приходит, говорит, давайте еще сделаем приложение вот такое. Только то закончил, говорит, давайте еще сделаем приложение вот такое. И сколько их там? Много. Сколько? Очень много. Ну, вы как отвечаете, как какой-то первоклассник, много. Или как, знаете, как это, дикари, спрашиваешься, сколько? А это один, а это сколько? Это много. Ну, сколько приложений этого? Вы же, вы же, вы же сказали, гордо, у меня рецензия. На что? Вы, скажем, новое выступление сделали рецензию. Какие ошибки допустил, какие достоинства, это серьезно, как-то, если рецензируете. Как вы не знаете, сколько? Ну, много приложений? Значит, много раз такие были приходы с продолжением, правда? По крайней мере, по количеству. И все же подписаны, все приложения подписаны. А когда они подписаны, они входят в коллективный договор. Да. И тогда, получается, он уже расширенный. Потом еще на одно расширенный. И так все расширяет. Поэтому там тире 2008 года. Поэтому кто вспомнит? Сколько там приложений? 30. Вот уже. 30 с гаком. 30 с гаком уже. Да? Ну, 30, вы уже сказали, надо как-то оформить красиво. 30 с гаком. А ты говоришь, 30 я не помню. Раз не помните, уже можно на вас нападать. Вы должны как-то отбиваться учиться. 33. Ну, вот, 33 предложения. Ну, это здорово уже. То есть, 33 раза к нему. Только он успокоится, этот работодатель. Опять к нему. Иван Иванович. Вот у нас предложение заключить еще одно. Ну, можно. Вот они в этом смысле очень грамотно сделали. Они и так потихонечку. А можно было сразу вот такой вот притащить багаж. И там все предложения по изменению, дополнению к коллективному договору. Можно и так было сделать. А можно по частям. Вот я учился на Матмехе. У нас там говорили, что вот решаешь, решаешь интеграл. А он никак его не взять. Была такая поговорка. Если трудно взять интеграл, не получается, то берут по частям. Интегрируют по частям. Если интеграл не берется в целом, берут по частям. Так и в жизни. Вот вам нужно закончить Санкт-Петербургский государственный университет. Это что значит? Ну вот этот курс закончили, и этот закончили, и то, да потом там выпускная работа. И глядишь, и все, и закончили. Это же все тоже сводится к таким легко решаемым. Вы уже на третьем курсе. Вам это сдать какой-нибудь курс вообще ничего не значит. Правильно? Это уже все для вас, это пройденный этап. Ну, еще там остался курс. Выпускная работа. Кто написал уже выпускную работу? Все странные такие люди. Я не знаю. Почему вы не написали до сих пор выпускную работу? Вам запрещено писать выпускную работу? А почему вы не пишете? Вы все ждете, как сзади, там, Цербер, государственный университет. Если вы не напишете работу, вы не защититесь, у вас не будет диплома. Нет, чтобы вот, скажем, раз, уже выпускная работа у вас лежала, а вы сидели тут, вот как сейчас, и улыбались. А вы сейчас скажете, а я и так улыбаюсь. Зачем мне писать выпускную работу? Логично. Я уже не могу угрожать. Так, ну хорошо. Я прошу прощения, что вас остановил. Но дело в том, что все, что мы, вот, вы здесь ответственно говорите, все должно быть продумано. То есть продумано. Понимали мы глубины этого дела. Не просто так. Хорошо, поехали дальше. Хорошо. Дальше я уточняю то, о чем мы говорили. При проведении переговоров и регулировании разногласий работодатель не может сам вносить изменения. Для этого ему требуется письменное разрешение правкома. И по моему мнению, это хорошее уточнение, ведь после определенных разногласий работодатель может внести собственные изменения без учета мнения работников. Куда изменения, куда изменения он может? Ну, в плане вот тут же... Пол договора не может. Откуда вы взяли такое? Не может он внести в пол договора изменения без соответствующей процедуры. Нет, я говорю, что он не может. А, не может. Да, то есть он не может сам это сделать без разрешения правкома, то есть когда... И с разрешением правкома он не может сделать это. А теперь для того, чтобы внести изменения в коллективный договор, надо пройти этот снова этап. Переговоры нужны, а просто так внести изменения. Ну вот, я про это говорю, что работодатель мог бы сам внести изменения, когда он там подумал, что мне так виднее. Он не может это сделать, так как ему нужны переговоры, разрешения правкома. Ну, это следует из-за того, что это локальный нормативный акт. Это что, это государственный документ. Только есть государственные документы, которые распространяются на отрасль, так сказать, на всю страну, да, или на какую-то республику. А есть документы, которые распространяются на это предприятие. Но единственная беда этих документов, что они скисают. То есть три года, все, значит, его срок закончился, его нету тогда. То есть если вы к этому не приготовились, если вы не приготовились к тому, что вот он закончился через три года, то у вас и нет коллективного договора. Но я думаю, вас это не так пугает, допустим, если вы позавтракали, это не значит, что вам не надо думать об ужине, правда? Но если вы вообще не подумаете об ужине, ой, не будет. А говорят, что полезно, когда не ужинаешь, спишь хорошо. И все время там сны такие хорошие, там ясства всякие снятся. А так плохие были, ничего хорошего. Так. Далее можно рассказать о главе, который затрагивал обязанности работодателя, правкома и работника. Начнем с работодателя, должен принимать все заявления, просьбы, жалобы от работников и отвечать на них сроком, не превышающий месяц. Данное уточнение тоже по поводу заявок, по моему мнению, прописанного местного даже имеет пользу. Дело в том, что в данном пункте и ниже не прописаны конкретные будущие действия работодателя по отношению предложений и жалоб написанных работников. Ведь он может написать или отсылаться на то, что он занят, или еще что-то, возможно, с этим. Тут он не может ссылаться. Раз обязан он отвечать, значит, он должен принять и ответить. Отвечает. А вот, скажем, если нет коллективного договора, вот я, если ваш работодатель, вы ко мне приходите. Говорю, вот у меня заявление. А у меня секретарь, вот она сидит. Не берите у него заявление. Потому что нет такого закона, чтобы я рассматривал ваше заявление. Идите и работайте. Вот вы приходите после работы. А после работы я вас не приму, потому что у меня в свободное время отдыхаю. И все. Вот гражданин имеет право обратиться, гражданин России имеет право обратиться в любой государственный орган. И в соответствии с законом, в работе с обращениями трудящихся, на него в месячный срок обязан этот орган ответить. А если вы находитесь на производстве, на работе, и я ваш начальник, вы ко мне обратились. Я говорю, идите и работайте, нечего тут болтать. Ну я говорил именно, не сколько о ответе, а о действиях, которые будут приниматься. Какие действия? Он даже слышать вас не обязан. А вот теперь он обязан. То есть раз написано в коллективном договоре, то для остальных трудящихся на стольных предприятиях этого нет, а у них есть. А сильно ли? Они тогда как люди здесь, с ними надо разговаривать, на их письма отвечать. Мне вот не понравилось, как вы организовали производство. Поэтому я вот прошу, вот так, 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 так. А вы должны, я так организовал, а потому что, потому-то вы должны объяснить мне как человек. Потому что не дураки же там сидят, они же понимают, что так нелепо вы организовали. И это же, в общем-то, и хорошо. Это же плохо работодателю, что люди грамотно, так сказать, участвуют в совершенствовании производства. Ну-ка правильно. Просто я именно говорил, скорее, я просто не знаю, я не могу утверждать. Почему вы не можете, я знаю, не надо так себя унижать. Вы же выступаете, я знаю, поэтому могу утверждать. Не о всем, конечно. А кто знает все? Таких нет у людей. Вы себя должны поднимать, а не выпускать здесь. Нет, я не опускаю. Я говорю о том, что, например, работник может обратиться к работодателю. И ему работодатель должен ответить. Да, это факт. Не должен, а обязан. 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 Есть в чем разница? От должностования, вот вы должны сделать отличный доклад. Это одно дело. Вы должны, обязаны сделать отличный доклад. Скажите, а почему это я обязан? Я должен. Вот должен, это такое вот, вот сказать. Ну, хорошо. Это такое внутреннее, а обязанно внешнее, такое отношение. Так. Да. Далее. Говорится в основном о правах и возможностях работника в организации. Прописываются такие моменты, как в случае происшествия в рабочее время производится осмотр представителями правкома для выяснения всех точных обстоятельств. Но если на месте происшествия произошли изменения по типу передвижения объектов или несохранения тех или иных доказательств, работника не привлекать к материальной ответственности. Вот. Это хорошее замечание, потому что часто бывает, когда какие-то ситуации случаются, и там, не знаю, и тут хорошее уточнение по поводу того, что само место и все, что там произошло, должно оставаться неизменимым и проявляется вместе не просто работникам или работодателям, старшим сменам, а именно вместе с правком. Также есть пункты про доставку работников к непосредственно точным действиям, то есть обеспечить их нужным количеством, ну, определенное количество людей на группу, соответственно, обеспечивать их нужными инструментами и всем необходимыми для выполнения различных задач. В общем, все описано подробно. Тем самым работники имеют благодаря данному трудовому договору спокойствию и пониманию того, что они имеют все права для максимально допустимого, комфортного выполнения труда. Единственное, что возможность... Да, конечно, 24 тонны в сутки, вроде, на личном грузе, это комфортное, конечно. Я говорю максимально допустимый комфорт, который они могут хотя бы... Конечно, комфорт, секретный. Если выкрызил 24 тонны, можешь ложиться, отдыхать. Да. Вот. Есть пункт 3.14, это первая часть его мне, в принципе, понятна. А вот не производить сокращение численности работников по инициативе работодателя без согласования с соответствующим правком. Без согласования. Согласование. Здесь учет мнения или согласование? Без согласования. Значит, согласование чем отличается от учета мнения? Ну, можно сказать, ну, возможно, вас не надо уволнять. А тут без согласования, то есть, это обязанность, то есть, которые они должны согласовывать с правком. То есть, работодатель не может... Он захотел уволить, вот работодателя. Ему нужно учесть мнение правкома. Они могут... Он хороший работодатель. Он говорит, хорошо, но мне не нравится, я увольняю. Вот, а именно учетку, точнее, согласование мнения правкома, то есть, они должны с ними проговорить все действия, по которым надо... Так а что говорить? Вот вы пришли, я в правком миссию. Что тут разговаривать? Вы меня спрашиваете, вот вы Иванову... Ну, это согласование говорит сатонство. Я говорю, я не согласовываю, и весь разговор. Что еще тут со мной говорить? Все. Наоборот, согласование, они как раз не предполагают никаких переговоров, разговоров. Учет мнения, ты у меня наговорили, три короба, я говорю, я это учту. И все. И на этом все. Что значит, учту? Или как сейчас говорят, я вас услышал. Знаете, такая форма? Да. То есть, ничего, и уже не отвечают даже. Говорят, я вас услышал, еще бы не хватало, вы еще увидел. Так. Это правильно, что вы обратили на это. Согласование очень важное. И очень мало у кого отстало. Вот в колдоговоре этих товарищей есть, а трудовой кодекс не предусматривает сейчас согласование, только учет мнения. Ну, то есть, с одной стороны, да, это вот работник будет защищен от увольнения, лишь из-за личной какой-то неприязни работодателя к определенному работнику. И в соответствии с этим пунктом работодатель не сможет так просто его уволить. Но как-то тоже Ваня об этом говорил, в принципе, другой Иван. Что? Другой Иван как-то тоже упоминал этот пункт. Но. И, ну, я тоже не работал, не могу точно утверждать, но нет ли возможности, когда работники, близких контактов с старшим сменой, а старшая смена близких контактов с правкомом. Я не очень понимаю точную структуру, знаете, действия правкома. Это понятная организация. То есть, правком, если он, по идее, он должен защищать работу. Да. А если он, председатель правкома, ему дали деньги, он сейчас защищает интересы работодателей, то он может запросто давать. То есть, мы должны понимать, что это кроме этого. Вот у меня была ситуация, когда меня попросил вот этот самый портовый комитет, чтобы я защищал правсоюз от его бывшего председателя, который 10 лет был председателем правкома. И потом его сняли с председателя правкома, выгнали, а он потребовал с правсоюза миллион. Ну, вот мы выиграли. А я был, доверенность получил на три года представлять, защищать правсоюз от бывшего председателя. Ну, то есть, все-таки бывают такие ситуации. Да. Или председатель РФД взял и украл правсоюзные деньги. Васильев его фамилия. Его выгнали, сделали комиссию, освободили людей от работы. Они поехали, искали и выгнали его есть председатель профсоюза. А он теперь на вас сейчас выступает, дает интервью. Сейчас многие уже забыли, когда это было, и прямо вот сейчас в интернете он функционирует. Васильев его фамилия. Жулик. То есть, бывает это дело. Да. Также важные пункты прописаны. Вот на меня, вот посмотрите, вроде с виду честный человек. Да? Все, так сказать, все в движении. Жизнь. Все пункты, также важные пункты прописаны в обеспечении занятости, по поводу обеспечения занятости работников. Это возможные изменения в организации, ее банкротства, реорганизации и какие соответствия с этим права имеют работники. Ну и что, при выносе реорганизации, так сказать, спасутся работники от этого? Ну, тут написано, что данный коллективный договор будет действовать даже при организации, реорганизации. А после будет? Во время реорганизации? Ну и что, пока вас увольняем, он действует, а когда уволили, уже до свидания. Нет. А, скажете, реорганизация уже другое, другое предприятие, как он будет действовать? А работники те же, структура та же. А работники те же, а предприятие другое. Вы все вместе уже на другом предприятии. У вас номер группы сейчас другой, вот сейчас сделаем, сейчас все, из этой группы уже в другой группе, до свидания. Но это все равно все сделать из контейнерного терминала, завод по шоколаду. Я хочу сказать, что вот была, это не делали, но делали так, была управляющая компания, три компании порта, подчиненные миллиардеру Лисину, значит, подчинялись управляющей компании. И, дескать, вот управляющая компания всем руководит. А потом взяли и закрыли эту управляющую компанию. И прямо, напрямую руководит. И уже нет другой организации. Можно терминовать, назвать. Была звезда, теперь будет светоч. Был светоч, теперь корабейники. Они же передвигают эти контейнеры. Ну, еще как-нибудь назовут. А во время реорганизации, как бы, все, все эти документы, которые к этому относятся к прошлому юридическому лицу, они уже не действуют. Но другое предприятие, вы где же? Все, нет того предприятия, умерло оно. То есть, человек может умереть, а тут наоборот, умерло предприятие. Вы теперь на другом. Так вы радуетесь, что вы на другом, могли вас вообще уволить, а вы работаете на другом предприятии. А про тот договор забудьте, нет его. Я вот специально сделал так, чтобы была реорганизация, чтобы этот ваш коллективный договор не видеть больше его и знать. Я и вообще генеральный директор уже другой организации. Здравствуйте, молодой человек. Приятно вас видеть на новом предприятии. Опять будете будоражить народ своими проектами кол-договоров. Давайте, давайте. Ну да, почему не? Мои права должны защищаться. Ну защищайтесь, пожалуйста, я не против, я же вас не выгнал, я же с вами разговариваю. Конечно. Я призываю, принимаю ваши права. Просто нет у вас кол-договора, начинайте все сначала. Я его утопил, ваш кол-договор. Все, вы без всех защит, которые у вас были. Сейчас пока не надо согласовывать, я сейчас могу вас уволить, поскольку, сейчас согласовывать не надо. А новый еще кол-договор вы не успели составить, еще не успели его принять. Вот в этот промежуток вы не забывайте, только доброе к вам мое отношение вас сохраняет. Исключительно. А так бы я раз, завтра будет приказ и вы увольны. Ну так ли я рассказываю, так, как бывает или так, как не бывает? Бывает. Мы вот конфликтологи, мы не должны делать вид, что их нет таких конфликтов. Наоборот, мы должны, мы должны людей готовить к тому, чтобы они потом встретились впервые, ой, такая была жизнь, все так было хорошо, раз меня по голове, бас, так как вы думаете, как? Жизнь не будет у вас время по голове. Или вам тут тортик, тут конфетки, тут вот, тут все. Я вам их часто не даю говорить уже, перебивая, это ужас. Вы давай быстрее говорите, решительнее, а то я не дам вообще говорить. С преподавателем надо бороться. Да? А как вы думали? Конечно. Вы же датом доказывает, что вы знаете, прекрасно, что вы... А для этого темп надо взять соответствующий. Вы же останавливаете, я сразу вам накидываю еще каких-то... Ну, хорошо. Ну, правильно. Если человек вот медленно борется, так и он начинает туда-сюда таскать. При вынужденном сокращении у работника изменяется график, по которому он заканчивает 16 часов в течение двух месяцев для того, чтобы он нашел иную работу. Это вот по обеспечению занятости в голове. Также присутствует возможность помощи в трудоустройстве по своей профессии, только в другом порту. Насколько же это реально, это уже другой вопрос. Я обратил внимание на пункт, по которому работника нельзя уволить, даже при вынужденном сокращении, если он получил вечие на работе или профзаболевание. Более сказано, работников, получивших производственную травму или профессиональное заболевание, обеспечивать их согласие в организации либо содействовать в трудоустройстве. Вот. Данный пункт, мне кажется, немного мне не ясно в плане допустим... Вот получали 80 тысяч рублей, найдем обработку на 20 тысяч рублей. Что-нибудь подметать дворы. Ах, как вы думаете? Нет, это лучше, чем я просто вас вымыл и все. Сказал, вы не подходите, теперь вы не можете перегружать, я забочусь о вашем здоровье. Вы что, хотите умереть? Я вас не допущу к перегрузке. И все. И буду я красивый. Весь в шоколаде. Подметодое устройство может есть, например, в этой организации. Хорошо? А может и в другой быть. А у меня вот товарищ знакомый, он с той компанией, он возьмет у вас. Я его попрошу. Возьмите. А какое-то может ограничиться? Ну, на пару месяцев, потом выгоните его. Это может ограничиться тем же резюме посланием. Просто мы вам помогли, помогли. Да. Ну, поэтому мы должны понять, что все эти пункты есть, пункты резиновые. Ну, понятно. Не надо думать, что эти пункты прямо так уж сильно защищают. Защищают на самом... Что на самом деле защищает докеров? Мне кажется, более конкретный заработной платы. Нет, что их защищает докеров? Что является реальной защитой бумага этот коллективный договор? Или что? Его согласование с работодателем. Согласование их с работодателем защищает. Или что? Как работодатель выполняет эти обязательства? В чем гарантия? В чем вы видите гарантию того, что работодатель будет выполнять этот коллективный договор? Мало ли чего, я подписал. Ну, вчера немножко похуже, он не то что-то, выпил не то и подписал. И что? Теперь думаете, так и будет выполняться это? Конечно. В чем вы так думаете? Наивный вы человек. Я вас должен заранее проинформировать, чтобы вы не столкнулись с этой наивностью в жизни. Никто ничего не выполняет. Вы что, не знаете, что-то не выполняет главы администрации, министры? Где сейчас этот министр по делам открытого правительства? Где он сидит, Абызов? В тюрьме он сидит. Ну, там не нужно. А где Дворкович, который был первый вице-премьер, улетел в сторонку? Тогда непонятно, А вот полковник Захарченко без всяких этих коллективных договоров получил 8 миллиардов наличными. И у него прямо в квартире нашли в квартирах. Бауллах. У вас есть 8 миллиардов? Возможно. А? Возможно. Видите, надо присмотреться товарищам. Он не совсем еще признался, но уже основания зайти к нему есть. Так, скажите нам, товарищам, чтобы сегодня обыскали квартиру. Потому что товарищу считает, что возможно. Вот у меня невозможно на эти 8 миллиардов, ко мне не пойдут. А вы наводку уже сделали. У нас же записывается все. Вы что, соображаете, что вы сказали? Возможно, у вас есть 8 миллиардов, а? Так я буду популярным, мы больше линейных знаем. Да, вы будете популярным. А если вас посадят, вы особенно будете популярны. За что? Как за что? Для выяснения, пока временно просто вас задержат. Знаешь, как говорят, мы вас задерживаем. Исследственный изолятор. Ну, а там... Вот я закон изучал, например, хочу сказать, что если вас обвинят в каком-то серьезном преступлении, вас можно без объяснения причин и без предъявления обвинения продержать 10 суток в следственном изоляторе. 10 суток. И вы будете там сидеть. Но вот на 10-й день надо или вас какое-то обвинение вам предъявить в том, что вы там жулик такой-сякой украли, или выпустить. Но 10 дней гарантированно вам можно просидеть. Если вот слабое обвинение, то один, там, два дня. А если сильное обвинение? Ну, 10 дней, не 10 лет, нормально. В общем, товарищ хочет нажиться на казенных харчах, я понял. Там кормить-то будут, конечно, по сравнению со студенческой стипендией, так, здорово проживете вы. Ну, продолжайте тогда. Да. Так же... Я на него наехал, а ничего не получилось. Так же при сокращении работников, там прописывалось, нельзя увольнять тех, которым до наступления возраста пенсионного, то есть, дающего право на выход на пенсию, по старости осталось менее двух лет. Но данный пункт весьма тоже, как вы говорите, резиновый, так как мы, ну, по крайней мере, у меня было несколько, не то чтобы знакомых, а просто я был знаком со случаем, когда работодатель увольняли там, не знаю, вот в этом же тотомом договоре может сказать, он может его уводить, ведь и за два с половиной года ничего не научить. А я вам докладываю, вот на этом самом ПКТ, договор, который вы рассматриваете, генеральный директор вызывает, или зам генерального директора, и предлагает пожилым работникам, вот так или болезненным, что мы вам даем пять окладов, шесть окладов, ну, так, что вы будете здесь, заболеете там, потом у вас будет какая-то травма, зачем вам это надо? Вот вам шесть окладов, а 6,8, 48, 480 тысяч, вот сейчас вам даем, и так они потихонечку всех нечленов профсоюза и уволили. А членов профсоюза их нельзя уволить, потому что они по договору не могут быть уволены без согласования с правкомом. Вот картина такая, это уникальные случаи, поэтому на этом предприятии только члены профсоюза, члены профсоюза докера и члены профсоюза работников водного транспорта. Там единый представительный орган. ПРВТ это профсоюз работников водного транспорта, а тут подчиненный как бы, там меньше работников, работника механизации, а докеры в профсоюзе докеры. поэтому поэтому на самом деле и такое мягкое получается увольнение не просто уходите мы вас увольняем хотите вот 5 окладов сейчас вот вам сейчас вы купите он играет лишь на единоличном вот единоразовом большом выигрыш плане увидеть большую сумму когда уже задумываясь о том чтобы через год а вот когда увидит много денег он уже не задумывается что будет через год вот у вас стипендий полторы тысячи вам 10 стипендий в раздать это нас будет это будет сколько 15000 так 100 стипендий 150 тысяч 100 стипендий уходите отсюда 100 стипендий 150 тысяч вам даем вот сейчас сразу с конверта стою но если зачем вы эти доклады тут делать тут все вот тут тут чего тут перед кем распространяетесь слушать этих преподавателей сегодня вам мешает перебивать тюрьмы но он задумался не если ступи если они мне скажут вот вам платье не дам за привилекции нет по через перерыв о перерыв по охране труда и здоровья в этом пункте он обширный и очень деликатно и прописаны все мелкие возможности и невозможности либо но вы делаете все равно у меня нет у меня ответили на вопрос и другим на тот вопрос кровать чем гарантировано что будет выполняться этот коллективный договор бумагой на нем подписи стоят печати стоят чем это гарантирует вы верите бумаги чтобы вам могу подписать давайте ваша бумага вот первую чё хотите королем хотите стать сейчас напишу не пола ну кто мне может запретить написать назначаю вас королем непал и все подпись печати печать думаете долго сейчас печать знаете как сейчас заказать идешь рисуешь печать говоришь вот мне такую и вам без вопросов такую печать представите печать король непала вы посмотрите картинки из непала какие-нибудь и там какой-то фотографии чем чем гарантируется это я вам пустяковый вопрос дали нет это если этот договор ничем не сказать не гарантируется выполнения просто тем что вы подписали ну что подписали что много чего подписали вот подписал владимир владимирович значит программу развития социально экономического развития россии на 20 лет ну и как она выполняется нет уже заканчивается ничего не выполнять сюда приезжал степашин я вам вопрос задал здесь на днях петербургской философии он рассказывал что мы вот счетная комиссия счетная палата она контролирует 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 ну я значит у нас еще другой был товарищ член совета федерации бывший декан его можно вопрос вот вы сказали чтобы контролировать а как насчет программы социально-экономического развития россии как она выполняется он также улыбался сразу степашин он будет она совершенствуется а он всякие рассказывал про мелочь какие-то программы социально-экономического развития россии там и рост зарплаты рост производительности труда развитие экономики хорошая была программа мы ее так хвалили восхваляли даже а вот сейчас в этом в следующем году заканчивается срок действия уже про нее никто не вспоминать почему про этот кол договор все время вспоминает и вы вспоминаете я вспоминаю в чем в чем дело чем там это но тут тут коллективный договор ведь это по сути взаимовыгоды двух сторон когда и работников взаимовыгодно вроде везде и вот они а в других местах таких нету это правильно то что вы говорите это один из вопросов почему он выполняет потому что взаимовыгодно а еще почему да потому что работники которым если не будут тут выполнять они завтра же приостановить дети сразу они придумывают коллективные действия и завтра будет вот и завтра вы сразу увидите что все машины ездят за скоростью не 60 километров в час а шесть во всем порту ну во все это компании и все это дело замедлили и никакой не будет выручки и корабль не уйдет не разгружен будет и он не войдет морской канал и вы страшные будут по дереву работодатель который он сам себе устроил ему это объяснят популярно потому что вы не выполняете коллективный договор то есть в чем а в том что это совершенно правильный ответ то есть в том что есть сила коллектива их коллектив сразу приостановит работу или предпримет другие действия коллективного характера а таких в сколько угодно сказать вот вот я пришел на работу и начал проверять технику и есть техника полностью исправно я нибудь когда-нибудь вы но исправляйте а я жду когда исправить и жду жду до обеда ждал ну когда в конце концов исправить технику чтобы я мог есть и начать работать я требую работать чертовски хочется работать а вы меня не исправили а я журнал сейчас напишу что вот это 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 сделать и все а так вроде смотрели еще что у с утра что я должен делать вот я пришел на работу что должен делать отметить ну отметиться ты каждому еще что добрый у меня еще лекция и чего во сколько будет ничего страшного я подожду я подожду ламидач не беспокойтесь спокойно приезжать вот заслуженный деятель науки марахов позвонил надо подождать не так часто наслуженный деятель науки приезжает на работу короче говоря уважает потому что этих работ то что работники нет не позволят нарушать этот коллективный договор в них этих средств видимо невидимо вот я утром приглашу вот инженер пришел по технику безопасности вот он будет тут сидеть и 20 и 20 минут значит вещать или час а потом мы его спрашивают вы сколько вопросов в состоянии задать так группа сколько вы можете задать вопросов и в течение какого времени ты посмотрите на меня сколько я один сколько задавал вопросов а тут вы как начнете спрашивать все не уйдешь отсюда никогда и вот и будут до обеда спрашивать а а обязан ответить и живет по технику безопасности сколько обрывов нити может быть на десяти сантиметрах проволочек оборвано на 10 сантиметров троса еще хотите чтобы у вас вы чего вообще одна не больше одной сейчас пойдем проверять все коллективно пойдем троса проверять если найдем больше 1 1 обрыва никакой работы вы чего хотите чтобы человек трубки был вот так то есть вот это совершенно правильный ответ это надо запомнить всем что вообще такие вообще противоречия разрешаются чем силы мы же с вами рассматриваем что конфликты конфликт о логи что разматривать конфликты если бы они рассматривали конфликты а просто споры вот она одно сказал я другое мы можем сколько хотите перепалки таскать и вести вот с вами у нас конфликт с вами или спор конфликт у нас есть какой никто никаких утюгов не берет никаких кирпичей другого не кидает все у нас тихо мирно хорошо но конфликтах конфликты разрешаются как это такое противоречие обострившиеся когда сила аргументов заменяется аргументами силы это разговаривали 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 подписали вот теперь попробуйте нарушить и сразу будут действия ну соответственно и если вы дисциплину нарушили обычную производственные тоже будет действие обязательно как вам значит могут вывести там приказ соответствующий взыскание так уменьшить там что наложить какие-то еще других санкций материальной ответственности привлечь если вы что-то там испортили сломали а в комиссию пусть входит правком пусть убедятся вот ваши докеры вот посмотрите вы их защищали вот смотрите что они сделали вот сломанная машина миллион стоит сколько с него взять миллион не возьмем на пол миллиона возьмем пятьсот тысяч и пусть он всю жизнь вот тут будет работать и от это пятьсот тысяч выплачивать так это производство тут очень серьезное это очень серьезное предприятие тут такие богатства перемещаются пункте по охране труда и здоровья прописаны все возможные моменты происшествия и последствия то есть от несчастных случаев и выплаты компенсации до того какую погоду работники работников обеспечивают дополнительным перерывом чем обеспечивают работников на перерывах в каких помещениях они находятся каким и с каким оборудованием для комфорта их обеспечивают постоянно должны проводиться инструктажи знания техники безопасности и всего неотъемлемого для выполнения поставленных задач более всего я обратил внимание на пункт в котором говорится что каждый работник имеет право на отказ без каких-либо неопоснованных последствий для него от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни возможно не обеспечение работников средствами индивидуальной или коллективной защиты до устранения этой опасности то есть при этом он выполняет иную работу которую может поставить старше сми но он может отказаться от той которую он считает ну вот ведь вот вы как раз подтверждаете сейчас вот этим то о чем мы сейчас говорили да вот человек не будет выполнять если это угрожает его жизни а потом а потом иначе рвоза из карта чего он я сказал что он не будет я не против но он же сам соображать должен если вы работаете так вы должны думать о технике безопасности или нет ну так вы думаете то есть там например было написано что то и так и получается потом виноват будет кто то что сказать вот он рисковал и что получилось а там риск все время реальный такие грузы такие тяжести что тут там не просто там на ногу наступил если вам контейнер наступил на ноги но ногу нет вашей ноги все то есть это дополнительные прерывы примеру например когда температура выше 25 градусов наличие владельников микроволновых печей хотя я вот такую вам картину расскажу идем вместе с председателем правкома товарищем сарженом по прямо по территории контейнер терминала выходит докер вот такой весь красный он спустился с этого своего погрузчика летом была температура 30 градусов жары а в самом в кабине там 40 с лишним невозможно работать я почему вы не делаете перерывы вон написано у вас коллективного вам для чего дали коллективный договор каждому в руки дали это вот в других организациях там есть два экземпляра один у работника один нового председателя правкома другого генерального директора больше никто не видит а там мы сделали так чтобы у всех было только же и всем далее мне еще и дополнительно дали для занятий а вы это что делаете а вы вот вам написано что вы делаете почему они сделали перерыв там чем больше температуры тем больше перерыв сидели вы отдыхали холодочки а потом залезли бы поехали дальше а вы что делаете то есть если вы этот вот если сами работники этот коллективный договор не будут принимать за свой, и не будут его защищать сами и выполнять, ну так если вы не выполняете, что я могу сделать? Вот если вы скажете, не буду я учиться, но отлично, только на три, что я могу вам помочь, что ли? Ничем. Что заставить, вам не разрешают никого бить студентов. Ну как можно, все мы можем сделать, не можем. Мы меньше можем поставить, но если человек на три отвечает, специально пришел, все можно сделать. Ну тогда, если, например, он не знал, если это трудовой договор, коллективный договор, и это все должны соблюдать. Да, поэтому вручаю еще правком, вручает каждому докера, чтобы он потом не говорил, что у него не было где прочитать, я не читал. Можешь не читать, но ты считается, что читал, потому что ему дали. Вот напечатали все, мы этот вопрос отдельно обсуждали, как гарантию этого дела, чтобы у нас не было такого, мы не знали, а мы не думали. Вот вы грамотный человек, вот читайте, там по три образования высших у этих докеров, у некоторых, и по два, и по три есть. Поэтому, ну они пошли в докер работать, потому что с этими, с тремя образованиями много денег ты не получишь, а там вроде как заработки хорошие. Да, были также прописаны и дополнительные выплаты в случае получения травм, и также говорилось про помощь в организации в этой же или в другой, просто помощь в трудоустройстве. Ну вот интереснее же получается доклад, скажите. Но не было прописано в возможных моментах, что работник получил определенную травму, ему нужно оказать первую медицинскую помощь, например, даже до приезда скорой помощи. И я, например, не видел, там можно было бы прописать возможные лекции для рабочих внутри бригад по оказанию первой медицинской помощи, ведь если мы говорим о докерах, вы говорите, что это опасная, в принципе, работа, когда знала, что может что-то упасть или еще что-то может случиться. Например, лучше было бы, когда в бригаде все знают, как оказать первую хотя бы медицинскую помощь, хотя бы просто наипростейшую. Она иногда даже, она на многое влияет до приезда помощи скорой. Вот если вы не окажете первую медицинскую помощь, будучи в одной бригаде, вот с ним, ему, я вас буду требовать привлечь к уголовной ответственности. Вот вам никакой тут не коллективный договор, а по тюрьму пойдете, потому что человек можно было бы спасти, а вы допустили, что у него такая потеря крови. Вас все в школе не учили, как надо жгут делать, вот чего вам еще какие-то медицинскую помощь. У вас аптечка есть? Аптечка есть? Более специфическая работа. Что такое, какая работа? Не, вы же не идете бегать. Да, и вызовите срочными медиков. Вот все вы должны сделать. Это должен каждый гражданин. Причем тут коллективный договор? Это вообще обязанность. Вот каждый гражданин должен сделать. Вот сейчас что-то со мной включится. Вон, видишь, вот сейчас, вот и мне сейчас стоит плохо, а мне не дадут пить. Ну, это тонкость, знаете, когда... Тут тоже есть моменты, про которые можно сказать, ну, все люди, вы понимаете, что надо так делать. Но это все-таки прописывается. Тут то же самое, по мне так кажется. Ну, я думаю, что мы сейчас вот на этом доклад закончим, потому что он хороший, все согласны, что он хороший, правильно? Интересный и продуманный. И вы, так сказать, вполне достаточно глубоко, обстоятельно и содержательно разбираете эти вопросы и понимаете, какое это имеет значение. То есть то, о чем мы с вами говорили, это некоторые дополнительные моменты, которые надо тоже учесть. Вот, что он не сам по себе этот коллективный договор, а он опирается на силу этого профсоюза, на коллективизм и, между прочим, на грамотность, на порядочность и так далее, в том числе и работодателей. Потому что работодатель, если он хочет, чтобы у него была нормальная работа, так он должен относиться к работникам как к людям, а не как к баранам, которые, так сказать, будут выполнять любую его прихоть. Правильно? То есть это вот очень хорошо, замечательно. У нас просто есть еще вот кандидат, он рвется. Она уже думала, что так вот пролетит. Нет, не пролетит. Так. Так. Для начала представлюсь, Павлова Елена Вячеславовна и... Полина, я чувствую, что? И для начала следует сказать, что, исследовав, я рассматривала договор, коллективный договор акционерного общества 1-й контейнерный терминал на 2017-2020 год. И в ходе изучения мне понравился раздел из основного текста, пункт 3.6, по социальным гарантиям и льготам. Поскольку много докладчиков до меня рассматривали коллективные договоры, что предшествующие, что новые, действующие в целом, я решила углубиться как раз-таки в этот пункт и сравнить этот пункт, как он был представлен в коллективном договоре от 2008 года, который действовал с 2008 по 2011, и как он представлен в коллективном договоре действующем с 2017 по 2020 год, соответственно. Для начала следует сказать, это не то, чтобы особо важно, наверное, но я буду коллективный договор от 2008 года называть старым, поскольку он уже вышел, не действует, а действующий новым или действующим, соответственно. А в старом договоре... В прошлом договоре, в прошлом договоре, соответственно, прошлый и действующий, допустим, так, для удобства. Прошлый договор содержал в пункте 3.6 по социальным гарантиям и льготам 27 пунктов, а действующие 24 пункта. Соответственно, многие из них перекликаются как-то, где-то дополняют друг друга, где-то нет, а есть и различия. Об этом я сейчас как раз-таки и схожу. Все начинается в старом договоре, в прошлом договоре, с пункта 3.6.1, а именно расходование средств на трудовые и социальные льготы и социальное развитие в соответствии со сметой, согласованной с правкомом. И также там говорится о предоставлении работникам для семейного отдыха путевок выходного дня на социальные объекты, не принадлежащие организации с компенсацией до 100% их стоимости. И как раз-таки этого пункта про социальные путевки для работников в новом действующем коллективном договоре уже нет. Соответственно, в действующем договоре уже ничего не сказано про предоставление средств на путевки для работников, для семейного отдыха. А как вы думаете, вот не сказано, работники предлагали это или нет? Скорее всего предлагали. Конечно предлагали. А их? Да. И в принципе в дальнейшем я буду как раз-таки об этом всем говорить. Также в прошлом было сказано о том, что будут оплачивать стоимость путемок в детские оздоровительные лагеря для детей от 6 до 15 лет во время школьных каникул. А в действующем договоре уже частичная компенсация этих же путевок. То есть раньше оплачивали? А раньше оплачивали, а сейчас оплакивают. Да, причем сказано, что компенсация не может быть более 80% от стоимости путевки. Что больше дети? Насчет детей. Билеты на детские елки и подарки в случае нового года, по праздникам, также были предусмотрены в прошлом. Если они составляют до 15% от оклада работника, для детей до 7 лет включительно. Соответственно, это были всякие и месячные, и грудные. Я так понимаю, что работодатель обязан был, если есть ребенок, неважно какого возраста, если до 7 лет включительно, подарок. А сейчас сократили от 2 до 8 лет. Ребятные маленькие дети. Маленькие, они еще не понимают. А большие же понимают, что какие подарки мне не помогут. Также важный пункт, который был в действующем договоре убран, это пункт о судах. То есть раньше работникам, работодателям предоставлялись суды, займы. Беспроцентные, да? Беспроцентные, да. Это же очень важно. Попробуйте, получите деньги, пойдете. А это свой вроде работодатель, здесь работает. Получил, у тебя производство на какое-то время, и потом отдал. Сейчас, да, работодатель работникам суда не предоставляет. А также не предоставляет льготные путевки в Балтийскую оздоровительную компанию для неработающих пенсионеров, имеющих звание ветеран порта или увольнен в связи с пенсионным возрастом. То есть даже ветеранам порта уже не предоставляет? Нет, не предоставляет. А что, вы еще живой? То есть, я так понимаю, что при необходимости все еще предоставляется материальная помощь в пределах сметы, но путевки уже не предоставляются. Даже ветеранам. Также, то есть много социальных пунктов, связанные с досугом, были убраны или с какими-то подарками, там, или с чем-то. То есть, также пропал пункт о обеспечении работников и членов семей путевками в ДБО «Маяк» и возможность посещения ими стадиона. Также убрали пункт о предоставлении автобусов и оплате услуг для коллективной перевозки детей в лагеря отдыха и обратно по путевкам, выданным в организации. А что, вы хотите при капитализме быть как при социализме, что ли? Так это было 2007 года. Ну вот, уже пожили, уже хватит. Поездили на автобусах. Соответственно, много было льгот в прошлом коллективном договоре, сейчас их уже нет. Я вот вас на минуточку прерву. Да, конечно. Обычно объясняют это. Денег нет. Да, вот я жду. Вот я зачитываю вам данные. За последний год в России увеличилось количество долларов-миллиардеров. В середине 2018 года в России было 74 миллиардера. В середине 2019 года их стало 110 человек. Почему я не вижу радости на вашем лице? Так же увеличилось количество долларов-миллионеров, которых сейчас насчитывается 246 тысяч человек, что на 43% больше, чем в прошлом году. Вот рост где. Нет, не тысячи. 246, не тысячи. 246 тысяч человек. Миллионеров, долларов-миллионеров, это бедняки. Вот миллиардеры-это серьезные люди. Миллиардеров, да, 74 было, а сейчас стало 110 человек. Рост какой? Ну, не вдвое, а меньше. 74, а стало 110. Ну, на сколько? На 26 всего. Ой, на 36. Всего. Все, на 36 штук. А миллионеров, да. Распредсняю, как я это делал. Вот сейчас представьте себе, что вы пришли на собрание. У нас собрание сейчас, а я генеральный директор. Вот, дорогие мои товарищи, мы с вами вместе работаем на одном предприятии. Я генеральный директор и хозяин. Вот, ну, вы понимаете, как сейчас тяжело. Вы видели, вот даже вот сейчас рассказывали примеры, что сейчас как трудно даже и детям подарки дать, и на автобусы. Ну, что вы не видите, что с нашей экономикой творится. Всем стало плохо. Всем стало плохо. И есть два варианта, вот, разрешить эту проблему. Или это у нас последняя с вами встреча, я завод закрываю. Я же не только генеральный директор, но и собственник. Завод закрываю и уезжаю, ну, в свои, так сказать, в хижину, которая у меня есть, там, в теплых морях. Ну, такую, мраморную. Вот. Ну, вы уж, сами понимаете, вам, конечно, тяжело будет. Ну, а что я вам, а что сделаю? Ничего не сделаешь. Сейчас, в такое время. Ну, есть другое решение. Ну, вот, с следующего месяца я могу вам поплачивать на тысячу рублей меньше, зарплата будет, на тысячу рублей всего. Ну, у кого-то 35 будет, 34, да, у вас 47 было, 46 будет. Ну, чего страшно, переживете? Переживете, ну, вы же работать будете, зарплатку выложите. У вас сколько было? 27, 26 будет. Ну, как будем решать? Я вот с вами посоветовался, вы же мне как родственники все. Это одно у нас, лодка одна. Я тону, и вы тонете. Я-то, конечно, выплываю там в теплых морях. Вас особенно жалко. Ну, как, договорились? Я не хочу тут вот так решать. Собственно, у нас другого выхода нет, да? Понимаете, да? В общем, со следующего месяца будет на тысячу меньше. Так, а у меня, знаете, сколько работников? Тысяча. А теперь скажите, тысяча на тысячу, а сколько будет? Ну, тысяча, по тысяче, это сколько будет? Ну, миллион. Ну, миллион. Видите-ка, простое решение. Что я сделал? Вот я хозяин, что сделал в экономике, в производстве? Не новые санки. Хорошо поговорил по душам с народом. Народ все понял. И я, а теперь, значит, за год сколько я получу? 12 миллионов. 12 миллионов. Чего тут удивляться-то? Тут миллионеры только богатые. Ничего не изменяется в производстве. Мы видим все время. В производстве все время стоят, темпы роста никуда не идут. А миллионеры растут и растут. Значит, у кого-то отнимают, у кого? У слабых или у сильных? Попробуйте у меня сейчас отнять что-нибудь. А-а-а. У меня вот телефон. Телефон. Телефон тяжелый. Поэтому отбирает кто? Сильный, у слабых. Если у слабых отобрать, то эти самые, те отобрали, они получают больше денег. А те, у кого отобрали, получают меньше денег. Потому что если нет общего подъема, а подъема нету. Ну, какие темпы роста в Соединенных Штатах Америки, которые 17% от мирового объема ВВП вырабатывают? Какие темпы роста? 2,7. А какие темпы роста у России? Ну, тут рассказывают, что-то около 2. Рассказывают, но как-то очень нерешительно. И как-то так считают странным образом. И как-то темпы стали больше, когда органы статистики перешли в подчинение Министерству экономики. Это страшное дело. Можно подчинение Министерству экономики, экономического развития, ставить в органы статистики? Вот товарищ придет ко мне из органов статистики. Завтра, если будут даны мне сведения, что у нас низкие темпы роста, вы уволены. Запомнили? И все по-честному, чтобы было. Мы же конфликтологи, же реально смотрим на жизнь, да? Ну, это вот некоторые иллюстрации к вашему замечательному дохладу, так сказать. Просто просится такие иллюстрации. Так, пожалуйста. Да, действительно, уже у детей отбирали. Нечего понять. Два мандарины, обойдетесь одним. Зачем вам эта шоколадка настоящая? Плитка вам эта. И чего там плитки делают, если шоколад не класть? Соевый, и с пальмого масла. Вот разумный человек у нас сидит. Надо вам повысить зарплату и сделать начальникам снабжения. Также предыдущий коллективный договор отражал и вопросы, связанные с здравоохранением, то есть... Ну, чего вмешиваться в природные процессы? Все смертные. Зачем это здравоохранение? Работодатель предоставлял бесплатное стоматологическое обслуживание в стоматологическом кабинете, а также компенсировал затраты, если сотрудник заболевал, и нужно было провести какие-то операции в связи с состоянием здоровья. Что, социализм, что ли, делать вам на отдельно взятом предприятии? То есть даже планировалась смета, в котором... Смета расходования средств из фонда потребления на денежные выплаты и поощрения, трудовые и социальные годы на каждый текущий год, на материальную помощь работникам, проведшим операцию в связи с собственными заболеваниями. Представляете, под каким гнетом находился этот работодатель, когда другие работодатели с ним встречались, вы говорите, да вы что делаете, да вы к нам все подорваете. Много позволяете. Правильно, много позволяете себе. И к вам идут, у вас хорошо, конечно, там отбоя нет работников, а у нас с ними не особенные идут. Так вот давайте как-то ровно как-то будем поступать. Какие? Обязательно уже два. Ну да, положили мандаринчик, и хорошо, наверное, Новый год. Прямо, например, три апельсина. Вы с ума сошли? Суды беспроцентные. Это что же получается? Мы тут непосильным трудом богатство свои собирали, собирали, а теперь просто так вот ссуды ему, дай вот беспроцентно. Он же пойдет, пропьет. Так, ну продолжайте. Также были четко расписаны обязанности, насколько я понимаю, если я правильно выражаюсь, работодателя в плане того, что именно он должен был обеспечить, а именно обеспечить каждого работника бесплатными пропусками на территорию, включая пропуск на проезд личного транспортного средства, обеспечить хозяйственное содержание, обслуживание и бесперебойную работу санитарно-бытовых помещений организации, а именно это наличие холодной и горячей воды, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, оснащение туалетов туалетной бумагой и умывальников жидким мылом и разовыми бумажными полотенцами. Также каждому работнику, которому по условиям труда необходима рабочая одежда, двумя шкафчиками для раздельного хранения рабочей и домашней одежды, обуви, головных уборов и подобных вещей, а также работу столовых и буфетов организации по графикам, согласованным с правкомами, горячим питанием работников, перегрузочных подразделений всех смен, содействия работе, формируемой работниками комиссии по контролю за качеством приготовления пищи в столовых и буфетах, расположенных на территории организации, и за соблюдением стоимости и правил отпуска продуктов, а также подача автобуса для доставки работников к ближайшей станции метро по графику, согласованному с правкомами. То есть всех этих пунктов в действующем новом договоре нету, а тут они в предыдущем были достаточно подробно расписаны. Теперь более богатая компания стала руководительным работодателем. Раньше это был маленький миллиардер, у которого было около 2 миллиарда, а теперь Global Ports, это мировая компания. Она потому такая богатая и мировая, что она таких вот послаблений кому выпало не дает, экономит на всем. Не хотите увольняйтесь? Вам не нравится здесь работать? Вы привыкли к такому колодоговору? Если вы к этому не привыкнете, можете уходить. Так говорят? А как еще говорят? Так и говорят. Но как от этого один человек может спастись? Никак, только вот, только благодаря тому, что есть коллективные действия, вот коллективные действия предпринимаются, этот договор подписан, в котором есть пункт о согласовании, только потому, что они всю прошли процедуру забастовки, всю, и у них осталась последняя акция. Они собирают конференцию и назначают дату, и все. Все, все уже сделано. И тогда, когда это уже все сделано, и все, как и все, оформлено, то тогда уже работодатель как бы выбирает, чего ему выбирать, он уже не... Понятно, чем это дело пахнет, и тогда он подписывает, хотя бы в таком виде. А работники, конечно, хотели большего, но вот при таком этом... Потому что их местные представители, работодатели, объясняют, о чем мы можем сделать там. Вот видите, эти они нам не разрешают. Ну и о чем? Вот мы не можем. Вот они не разрешали подписывать коллективный договор. Почему появился такой коллективный договор, в котором в конце нет подписи председателя правкома и генерального директора? Потому что генеральный директору сказали, не подписывай, иначе ты уголен. А как мы из этого вышли, из этого положения? Вот так, что там подписаны все вот эти положения, основные, все подписаны, поэтому все пункты действуют. А вам что еще надо от коллективного? Вам что надо? Вам шашечки или ехать? Вам подпись в конце нужна? Или хотите, чтобы все пункты действовали? А пункты все действуют, и все. Вот такая вот непростая задача. Но это, надо сказать, что это вообще редкость. Сейчас уже наличие хорошего коллективного договора, это большая редкость. Хотя это замечательная форма разрешения конфликта. Замечательная. То есть, ну где-то вот остановились на чем-то, записали это обе стороны. Это уже мы договорились. Ну или вы порядочный человек, я порядочный человек. Ну давайте будем соблюдать. Особенно вы мне можете сказать. Николай Васильевич, от вас я никак не ожидал, что вы не будете соблюдать. И даже мне неудобно, как-то вы. Кроме всего прочего. Правильно? Это очень важно. Вот. И вот надо сказать, чтобы очень, так сказать, въедливо, можно сказать, к этому подошли, как и надо в работе. Здесь, вот, вы, значит, можете составлять такой коллективный договор. Почему? Потому что вы тут добрались до конкретных пунктов, которые надо вот вписать. Не впишите там вот шоколадку, не будет шоколадку. Не впишите, что этот вот, на эти вечера новогодние, на елочке дети могут пойти за бесплатно. Ну, то у кого есть деньги, посылайте. У кого нет денег, посмотрите по телевизору, там можно посмотреть, еще обязательно вот на елку вот прям так смотреть. Сейчас. Ну, в телефоне можете посмотреть. Зачем это туда идти? А там еще вы потребуете подарок. Еще будете смотреть, что в этом подарке. Ну, это надо кто-то, ведь люди же смотрят, они что. Между прочим, делают, комплектуют эти подарки и так далее. Вот я думаю, что, вот, как показывает серия наших докладов, товарищи наши, и вы в том числе, разобрались с тем, что такое коллективный договор и какую роль играет в разрешении противоречия между работодателем и работодателем. А противоречия тут самые настоящие. И тут конфликт самый настоящий, и тут переход от силы аргументов к аргументам силы налицо, потому что вот та компания, о которой вы говорите, она неоднократно проводила и готова проводить в дальнейшем забастовки. Если надо формальные, если надо неформальные. Неформальные состоят в том, что вот все бригады должны поработать по правилам в течение недели. Если по правилам я буду работать, что я буду делать? Если вы будете работать по правилам? Да. Что я буду делать на моем посту? Как работодатель? Или как работник? Нет, как работник. Вы выполняете все пункты, и для этого занятосцера в самом процессе. Сейчас я буду вам лекцию читать. А что, где-то написано скоро? Счетание лекции, что ли? Начнем с первого пункта. Записывай, я не очень быстро говорю. Вам не было такое преподаватель? По правилам же. А что нарушил? Все нарушил? Где написано, с какой скоростью я должен говорить? Нигде не написано. Вот так. Работник должен аккуратно все перемесить. Да, легко записать все. Понятно. Какие есть вопросы в докладчице? Есть у вас вопросы? Чего у вас вопросов не возникло? Это говорит о том, что у вас такой исчерпывающий доклад. Что даже никаких вопросов нет. Как я могу это расценить? Нет еще. Только-таку. Половить в этом смысле. Вам спасибо большое. Так, значит, у нас еще что-то есть, кто не сделал доклады на следующий раз? У нас в следующий раз последние занятия. Есть таковые у нас? Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Но они где-то в пещерах скрываются там. В горах, в лесах. Партизаны. Посмотрим на этих партизан в следующий раз. А в следующий раз мы послушаем этих партизан и подумаем. Значит, в зависимости от того, сколько времени они у нас заберут, мы обсудим такой вопрос о неформальных забастовках. Потому что есть формальные забастовки, а есть неформальные. Вот некоторые товарищи, которые не делают докладов, они уже неформально басуют у нас. Вы не заметили? Но мы их выловим. У нас будет список, выданный деканатом. Деканатом. И там все фамилии будут стоять. Но форма? Получить страшно. Что-что? Страшно звучит. Конечно страшно. Ну что это? Ну уже нельзя же трогать у нас людей. В России нельзя пальцем тронуть никого, учеников, студентов. Только пугать можно. А пугать не запрещено. Ну уже как это? Вот третий курс. Попробуй вас напугай. Вы уже столько экзаменов сдали. Надо что-то придумывать, чтобы напугать. Согласитесь, это сложная задача уже. Вообще невозможно работать стало. Так тяжело. Но доклады у всех замечательные получились. Замечательные доклады, содержательные, интересные. И вам было интересно, потому что не хотелось говорить просто о таких вещах, которые, ну как бы нет их в жизни. А мы сейчас говорили о тех делах, которые есть в жизни. Это реальные люди, из которых можно, если что, потрогать руками и спросить, позвонить и так далее. Вот так что вот, имейте в виду. Спасибо. На этом мы сегодня закончим. В следующий раз последнее занятие. Ну и в следующий раз мы поговорим о зачете, что требуется. Вы же видите, что я ко всем придираюсь до жизни, вы когда зачета нет? Да. Так как же модель почти конфликта, только драки нет. Так, все хорошо. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok